О, ебать, еле с***ся на***. Ни*** отправили на усиление, на подкрепление на***. Недовольные положением дел на фронте, российские мобилизованные, пряча лица, жалуются на своих командиров. Стреляли под поселком Новодаров. Никакой даже не аркподдержки, ничего у нас не было. По продовольствию у нас ничего нет, ни воды толком, ни подвозов. Обещали ротацию, кормят обещание. 10 месяцев стоит без отпусков. Призывники и их родственники из Якутии в очередной раз свидетельствуют, российская армия использует тактику заградотрядов. Когда стало невозможно находиться на позициях, парни начали отходить. Им начали угрожать уголовное ответственность за дезертиста. Заставляли возвращаться на передовую, без должного оснащения. При этом вода, продукты, даже элементарные лопаты, у них нет ничего. Ребята воюют просто с автоматами, как с палками. Российские захватчики уже который месяц твердят и о нехватке снарядов. Прозем разобраться в данной ситуации, обеспечить наших родных всем надлежащим снаряжением, продуктами, водой. С января мобилизованные не получают денежные переводы, а их семьи остались без льгот, обещанных участникам так называемой специальной военной операции. Вроде было 106 человек, с роты осталось 40 человек. Сколько еще раз осталось? 40 человек осталось с роты. Было 106. В этом есть и 300, и и 200. С самого начала. С января месяца этого года нам не выплачивали, как было заметено, нет выплат. Пацаны, вы***ть, дает немыслимые приказы, от которых либо 200, либо 300. Все эти обещания, это было все пустышка. Тем самым, с продолжительностью месяца, без еды, без воды, без каких-либо условий для проживания, мы выходим на различные штурманы, различные задачи, которые поставляют нам люди, которых мы ни разу не видели. Ведут нас на убой. Из 110 человек нашей роты осталось менее 25 человек. В сети появляется все больше сообщений от обманутых Путиным россиян, вернувшихся с поля боя, где они убивали мирных украинцев и шокированных отношением к ним сограждан. Приехал военкомат, даже никто не знал, где я числюсь. Я жду расчетный лист, его нет. Звоню в единый расчетный центр, мне сказали, вы, говорит, у нас больше не числитесь. Тебя перевели. Мне просто руками разводят и дают обещание, что все, все, мы все сделаем. У меня нет ни ветеранского, ни моих медалей, которые мне там обещали, у меня ничего нет. Мне удалось связаться со штабом по итогу, но меня вежливо послали. Они меня гоняют, как собаку, я устал. Также существуют и проблемы с транспортировкой раненых в госпитале из-за дефицита бронированных машин, рассказывают российские солдаты. Как начали поливать, птичка срисовала. Начали стелить. С трех сторон накрыли. Рации молчат. Никого нету, не знаю, один остался, не один. Там куски мяса, куски крови. Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 170 украинских военнослужащих, три танка, три боевые машины пехоты, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля. Кроме того, не подтверждают российские мобилизованные заявления представители Министерства обороны о том, что армия России якобы массово уничтожает переданную в Украину странами-союзниками тяжелую технику. Нам по телеку, что мы Абрамсы, тут жгем пачку на леопарду. Ахуй не знаю, что делать, где наши, где не наши, куда отступать. Более 40 тысяч жителей России за последние недели подписали петицию к диктатору Путину с требованием сократить срок службы мобилизованных до шести месяцев. При этом само вторжение России в Украину они поддерживают. Наши мужчины участвуют в боевых действиях уже девятый месяц подряд. За этот период изрядно страдает физическое и моральное здоровье, как самих мобилизованных, так и их семей. Мы живем в постоянном напряжении и страхе за жизнь и здоровье наших мужчин. Нашим мужчинам нужен отдых. Верните наших мужчин домой. Мы живем как в аду. Некоторые мужчины ни разу не видели своих детей после рождения. Кого-то ждут беременные жены, которые испытывают постоянный стресс. На фоне чего есть прямые угрозы жизни и здоровья ребенка и матери. После начала нового украинского контрнаступления издание «Медиазона», занимающиеся подсчетом потерь в российской армии по открытым источникам, некрологам, реестрам нотариусов, данных ЗАГСов, фиксирует рост этого числа. Когда только начиналась война и мы считали первые тысячи потерь, цифры уже шокировали. Вот пять тысяч. Мы пересекли рубеж второй чеченской войны. Вот шесть тысяч. Это уже официальные данные по первой чеченской. Вот 15 тысяч погибших. Это официальные потери всего Советского Союза в Афганистане за 10 лет войны. И напомню, что СССР был по населению вдвое больше России. И теперь 47 тысяч. Это цифра не окончательная. Я говорю о данных месяц назад. То есть сейчас это уже хорошо за 50. По данным журналистов-расследователей, каждый третий погибший в ходе отражения контрнаступления Украины был мобилизованным. КОНЕЦ